Всем привет! Меня зовут Саша, рад приветствовать тебя на моем канале. Если ты впервые, то не забудь подписаться прямо сейчас, ведь на моем канале много чего интересного. И нажимай на колокольчик, чтобы не бросать мои новые видео. Сегодня у нас кукинг. Я думаю, вы все любите готовить, особенно вкусно покушать на карантине, поэтому сегодня я вам покажу рецепты трех вкуснях без сахара. Я хотела бы назвать это видео ПП рецепты, но они не очень ПП. То, что не без сахара, это 100%. Также я хотела бы назвать эти рецепты за 5 минут, но на самом деле готовятся они чуть дольше, где-то минут 10. Если вы хотите больше рецептов, то подписывайтесь на мой канал, ведь там уже есть рецепты, где я пробовала неделю веганства. Я показывала всю неделю, что ем на завтрак, обед и ужин. Также есть рецепты вкусных завтраков с бананом. Заходите, смотрите, возможно, будут подсказки, я не знаю, или я не забуду это поставить, подсказку с рецептами. И также это видео тоже вкусняхи. Еще у меня будет много видео с рецептами, потому что мне полюбилось готовить в последнее время. Я думаю, у вас тоже сейчас есть время готовить, пробовать что-то новое. И очень вкусное, так что давайте приступим к вкусняхам. Первая вкусняха у нас это... А что это? Что вообще я готовила? Первая вкусняха сегодня у нас это овсяные печеньки. Всего из двух-трех ингредиентов, как вы захотите, дальше посмотрите. И они без сахара. Это очень круто. Я использовала всего лишь банан, овсянку и орешки. Готовится недолго, получается вкусно. Обязательно попробуйте, сейчас погнали готовить. Для приготовления достаточно большой порции печенек я взяла два банана. Дальше их вот так вот вилочкой растолкала. Можно это сделать в блендере, но у меня его не было. Дальше я порезала немного фундука и миндаля. И все это пересыпала, перемешала. И теперь осталось добавить только овсянку. Я взяла где-то 12 столовых ложек овсянки. Без горки. Перемешала. Лучше берите более мягкую овсянку, так будет печенье вкуснее. Дальше выкладываем небольшими такими кружочками и расплюскиваем на противень, на пергаментную бумагу на 160 градусов на 15 минут. Достаем и можно наслаждаться. Получается очень прикольно. Я для красоты еще порезала бананчики. Можно добавить какие-то сухофрукты. Все, что хотите, собственно. Вот такие вот печеньки получились. Хочу вам сказать, что примерно 40-50 калорий в одной печеньке получается. Можно добавить также экзюм, можно добавить что угодно, собственно. И получится очень вкусно, идеально для завтрака. Конечно, можно добавить сахар, но именно в этих печеньках сладость идет от банана, поэтому я думаю, сахар там не нужен. По рецепту, который я видела, там еще был изюм, но сладость банана была достаточная, а изюм я не очень люблю. Давай теперь готовим второй рецепт. Это панкейки, обычные панкейки, шоколадные панкейки без сахара. Сейчас все покажу и расскажу. Кстати, хочу сказать, что панкейки я готовила первый раз в своей жизни. До этого я готовила только блины, достаточно много раз. Но панкейки я готовила первый раз в своей жизни, поэтому оцените мой результат. Для начала я беру 3 яйца. Отделяю белки от желтков. Белки нужно обязательно поставить в сухую тарелочку, иначе они потом не взобьются. В большую такую достаточно мисочку я выкладываю свои желтки, выливаю и начинаю их взбивать. Взбиваю я, ну, буквально полминутки-минутку. После этого можно добавить 4-5 чайных ложек сахара. Я этого, конечно же, не сделала, потому что я готовлю без сахара, поэтому я сразу добавила 350 мл молока. Молока у меня было только 250 мл, поэтому я добавила еще 50 мл воды. И муки где-то 250 г. Постепенно ее добавляю, чтобы тесто не было слишком густое и слишком жидкое. И просеиваю сквозь муку. Также 3 столовых ложки масла. Можно 4-5. И я решила добавить столовую ложку какао. После этого нужно тщательно помыть венчики от миксера и высушить их так же хорошо, иначе быки не взобьются и начинаю взбивать белки. До образования таких пиков, когда они вот так вот будут стоять. И если вы перевернете вашу тарелочку, то они у вас не выпадут. Ну, лучше так не проверяйте, потому что если они выпадут, то будет печально. Дальше это все пересыпаем в вот эту вот коричневую массу. Перемешиваем. И, собственно говоря, можно жарить. Насыпаем где-то пол половника на сковородочку. Когда появляются пузырьки и снизу подрумянивается наш панкейк, то можно переворачивать. Где-то по 30-35 секунд я держала с каждой стороны и потом выкладывала стопочкой на тарелочку. Можно взять орешки, можно взять какие-то фрукты, можно взять мед, сметану, в общем-то все, что вы любите. И получается очень вкусный завтрак. На самом-то деле калорий тут много, но это вкусно. С этого всего объема у меня получилось где-то 12-13 панкейков. Можно, кстати, какао не добавлять, они тогда будут обычные. Вот так вот это все выглядит внутри. Аж есть захотелось, если честно. И я взяла немного орешков. И третий рецепт, который я уже показывала в видео недели веганства, где я пробовала стать веганством, веганом на неделю, веганом. Ааа, я не знаю, как правильно, точнее я знаю, как правильно, но у меня постоянно вот так вот. В общем-то там я показывала уже этот рецепт, но кто не видел это видео, обязательно посмотрите. И также я этот рецепт хочу показать вам здесь. Это лаваш с яблоком. Это очень вкусно, кстати, я довольно давно его не готовила, потому что базары закрыли, там где яблоки эти продавались. Потому что мы нашли прям идеально очень вкусные яблоки, сорт фуджи, кстати, я хотела сказать. Что давайте по минале готовить. На три лаваша я беру примерно два больших яблочка, нарезаю их такими маленькими квадратиками и засыпаю в лаваш. Закручиваю, можно помазать сливками, сметанкой, и поставить в духовку на температуру 180 градусов, пока это все не подармянится, либо не сгорит. Потом я разрезаю пополам, так красивенько, получается очень вкусно. Вот такие вот три рецепта у нас получились. Это было очень вкусно, реально повторите, все без сахара, все примерно полезные, там правильные, но на самом деле не очень. Если вам понравилось это видео, то подождите мне пальчиком вверх. Кстати, рубашка эта, это вообще комбинезон сейчас на мне, и переделку я снимала, выкладывала уже на свой канал, так что если вы не видели это видео, то обязательно посмотрите на моем канале. И вообще подписывайтесь на мой канал, потому что тут много чего интересного. Нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои видео. Ну и на этом все, всем спасибо за просмотр, всех люблю, Всем пока-пока!